Библейский портал экзегет.ру представляет 94-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. У нас 90-е псалмы посвящены примерно одной теме, это величие Бога и его вмешательство в жизнь людей. С разных сторон к этой теме подходит псалмопевец, здесь псалмы, кстати, без подзаголовков, там у нас было много подзаголовков в предыдущих псалмах, а здесь их нету, это просто с самого начала молитва, которая обращена иногда к Богу, иногда к другим людям, как проповедь, вот здесь скорее проповедь. Придите, будем петь пред Господом, восклицать пред Ним скалой спасения нашего. Предстанем с хвалой пред лицом Его, предстанем с песнями и восклицаниями. Господь — это Бог великий, Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли принадлежат Ему горные вершины и море, которое Он создал, и суши, которые услепили руки Его. Придите, станем на колени, поклонимся, пойдем ниц пред Господом, создавшим нас. Он наш Бог, а мы народ, которого Он пасет, мы овцы, которых ведет рука Его. Если сегодня услышите Вы голос Его, то не будьте упрямы, как это было в Мереве, как в пустыне, в Массе, где отцы Ваши хотели меня испытать. Испытали и увидели, что сделал я. На сорок лет я отвернулся от их поколения. Я сказал, сердца этого народа блуждают, моих путей они не постигли. Разгневался и поклялся я, что не прийти им туда, где я готовил им покой. Этот псалом, кстати, в послании к евреям будет комментироваться долго и подробно, да, что значит войти в Божий покой. А Масса и Мерева, места, которые здесь упомянуты, это два места в пустыне во время перехода израильтян после их исхода из Египта, где они, ну, были упрямы, где они роптали, где они требовали от Бога каких-то определенных действий, да, то им там есть не хватало, то пить не хватало, и вот они, собственно говоря, приступали с этими претензиями к Богу. Ну, интересно, что именно упоминание Массы и Меревы меняет третье лицо на первое. Сначала псаломопевец говорит о Боге он, 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 и вдруг Бог начинает говорить я, да, вот так довольно неожиданно. Итак, смотрите, псаломопевец начинает с того, что он говорит, давайте будем молиться Богу, придите, встанем на колени, поклонимся, пойдем вниз пред Богом, он наш Бог, мы его народ, мы овцы, которых ведет рука его. Вот очень простой, понятный смысл, да, даже комментировать особенно нечего, все впрямую сказано, Господь это Бог великий, царь над всеми богами. Так, а что у нас, еще есть другие боги? Да, есть, почему нет? Во-первых, мы, может быть, сегодня ангелами называем, те, кто здесь назван богами, какие-то сверхъестественные сущности, но вторичные по отношению к Богу. А может быть, имеется в виду другие боги других народов, которые здесь не воспринимаются, если это так, не воспринимаются как вымысел, воспринимаются как какие-то тоже духовные сущности, которым поклоняются, ангелам, в конце концов, поклоняются. Ну вот, если забывают при этом о том, кто над ангелами царь, ну тогда это тоже какой-то элемент язычества. Вот мы его народ, а он царь надо всей вселенной, над нами тоже. Очень простая логика, поэтому здесь и другие боги как-то сюда вставлены очень хорошо, и ничего страшного нет. Много духовных сущностей на свете есть. Ну только не на нашем свете, а вот в каком-то ином мире. И самое главное, если услышите его голос, не будьте упрямы. А дальше прямо его голос и звучит. Отцы ваши хотели меня испытать, испытали и увидели, что сделал. Я на 40 лет и отвернулся от их поколения. Сердца этого народа блуждают, моих путей они не постигли. Что сделал бог? Вообще-то он там их наказывал часто смертью. То есть эти люди, которые возроптали, они погибали. Но здесь как бы коллективная личность такая, вот народ как нечто единое. Он говорит, я просто от них отвернулся. Ну не хотят, не надо. Я себя им навязывать не буду. Разгневался и поклялся, что не прийти им туда, где я готовил им покой. Речь идет про землю обетованную, в которую поколение, возроптавшее в пустыне, не вошло. Она 40 лет блуждала по пустыне. И, грубо говоря, умерли все, кто вырос рабами. Да, вот те, кто впитал этот менталитет рабов в Египте, да, кто не хотел свободы. Ну, не будем проводить долгих параллелей, но скажем, что 40 лет с момента падения советской власти еще не прошли. Мы, наверное, еще по пустыне ходим. И рабского менталитета в людях довольно много. Я думаю, что это история, которая повторяется периодически. Да, вот вырастают какие-то новые поколения, которые просто не знают, что это такое быть в рабстве. И вместе с тем пророк не списывает их. Псалмопевец не говорит это все совершенно. Не нужно, пусть эти люди поскорее умрут. Они нас тянут в проклятое прошлое. Абсолютно нет. Он, наоборот, призывает их. Он говорит, что мы можем это преодолеть. С другой стороны, а когда все это было написано? Ведь это было написано, скорее всего, много лет, даже несколько веков спустя после Исхода. Вряд ли от Моисей сочинял в пустыне. Но не похоже на это. Но история повторяется все время. То есть дело не в том, что есть какие-то плохие поколения и поколения хорошие. А дело в том, что вот этот образ мысли непокорного упрямого раба, который перед палкой наклоняет спину, а где он палки не видит, он, наоборот, начинает все требовать. Такой революционный матрос, который врывается во дворец и начинает все крушить. Вот этот тип мышления, он всегда встречается, вне зависимости от внешних условий. И в этом смысле дело не в 40 годах странствования по пустыне, а дело в каком-то внутреннем воспитании собственной души или своего народа. В том, что это постоянно вылезает, вот эта готовность терпеть насилие и одновременно проявлять насилие там, где никакая сила тебе это не запрещает делать. Не прийти им туда, где я готовил им покой. То есть на самом деле есть спокойное место, где можно жить, где можно пребывать в покое, но вот люди иногда не хотят туда идти, им что-то не имется, им все время хочется чего-то больше, у них свой какой-то замысел. А ведь это во многом ответ на предыдущие псалмы, где псалмопевец страстно обращается к Богу и говорит, «Господи, ну давай уже накажи этих нечестивцев, накажи их, накажи, накажи». И вот Господь говорит, я вам готовлю покой. Может быть, не надо вмешиваться в мои планы. Может, не надо торопиться со своим судом. Главное, что я вам готовлю, я вам это обещал. Это тема 90-х псалмов в целом. Молитва о вмешательстве Бога в жизнь людей и то, как он, собственно говоря, вмешивается. Вот здесь он говорит, я готовил покой. Продолжение следует...